10 ноября полицейские отметят День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Сегодня, накануне праздника, руководство личный состав и Совет ветеранов Управления МВД России по Ненецкому округу подвели итоги конкурсов и соревнований. Поздравили сотрудников, ветеранов, пенсионеров и членов семьи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Пареньки, сладкие подарки. Праздничные мероприятия ко Дню полиции начинаются с награждения юных участников творческого конкурса детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции». Начальник УМВД Олег Яковлев вручает юным художникам грамоты и сладкие призы. Отборочный этап этого всероссийского конкурса проходил в середине октября. Участие в нем приняли дети сотрудников УМВД от 6 до 14 лет. Шестилетний Дима Бурлак изобразил маму инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, а там сначала надо ходить без преступников. Много мамы поймала преступников? Да. На рисунке была изображена мама. И так как я инспектор по делам несовершеннолетних, также были два ребятенка рисованы с полицейской машиной. У нас такое направление с несовершеннолетними. И вообще служба в органах внутренних дел, она трудная. И опасно, да. Следующими заслуженные награды и призы получают участники спортивного конкурса «Здоровая полиция. Сильная Россия», организатором которого выступила ненецкая региональная общественная организация «Динамо». В соревнованиях приняли участие 10 команд. Лучший результат показала команда внутренней службы, став победителем соревнований уже во второй раз. «Поздравляю. Если следующий год выиграешь, уже будешь абсолютным чемпионом. Наверное, только участвует сам. Больше всех потянулся, наверное». Да, верно. За добросовестную службу и достигнутые успехи Олег Яковлев наградил ряд сотрудников личного состава. «Хотелось бы, чтобы дальше мы с вами так же плотно работали». Накануне профессионального праздника полицейских напутствовали ветераны службы. «Самое главное, чтобы честь и достоинство соблюдать, чтобы относиться к людям по-человечески, кто бы перед тобой не был правонарушитель, преступник или просто посторонний человек. Но самое главное, иногда ведь даже человека просто выслушать надо, подсказать ему что-то, увидеть в нем какие-то положительные стороны. Естественно, преступников надо наказывать, от этого не уйдешь. Но все равно какие-то чувства в них пробуждать. Ну и самое главное, конечно, сотрудникам, действующим сотрудникам органов внутренних дел, я желаю верить в свои силы, надеяться на надежное плечо друга». Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».